Веды говорят, что люди могут жить вместе в семье, могут жить раздельно, в зависимости от силы влияния судьбы. Если истерики постоянно между вами, вы уже не можете терпеть эту боль. Ну, живите отдельно. Но не бросайте близкого человека. Скажите, я не могу вместе жить, поживу отдельно. Это нормально. Но, поживите отдельно, позвоните к нему, говорите ему, как надо правильно. Если он почувствует тягу к вам, он будет исправляться. Держите его на расстоянии, воспитывайте. Когда воспитается, возвращайтесь. Опять обнаглел, опять живите отдельно. Так несколько раз отъедете, потом он начнет исправляться. Но все это время нужна молитва. Нужно наполнять его сердце чистотой этого человека. Настоящая победа внутри происходит. Все, что снаружи, это результат. Если вы ничего не делаете в сердце, ничего не будет снаружи. Я вот уже несколько раз, как бы, так делал, ничего не получается. Значит, вы ничего не делали внутри. Просто дурака валяли. Валять дурака, знаете, что значит? Пытаться поднять пьяного. Валять дурака. Не надо его валять. Надо правильно жить, начать вести. С ним в сердце надо соединиться. В сердце надо соединиться с ним. Будет лучше. Он исправляться начнет. Видите, метод очень простой. Трудновыполнимый. Потому что своим сердцем работать не хочется. Смотрите, как устроена психика человеческая. Мы хотим наслаждаться только жизнью. Мы не хотим. А наслаждение жизнью – это просто сон, это не жизнь. Вот вы проживете такую жизнь, в которой вы просто ходили на работу, просто что-то делали. И потом, когда вы будете тело оставлять, уходите из жизни, то вы почувствуете очень сильную неудовлетворенность. Потому что только когда человек в сердце своим трудится, он после ухода из жизни с улыбкой на лице уходит и чувствует необыкновенное счастье. Я видел такие уходы, когда я жил в Индии, изучал ведическое знание. Я тогда уже был врачом и работал в госпесе. То есть госпесе – это такое место, когда приезжают, умирают, тело оставляют. Я там работал, приезжали возвышенные люди очень. Я за ними ухаживал, заботился и видел, как они оставляют тело с молитвой и с улыбкой на лице. Многие из них видели видения очень возвышенные. Те места, где им предстоит жить. Это удивительное время в моей жизни. Я общался с очень многими необыкновенными людьми. Одна капелька общения с таким человеком орошает всю судьбу этой памяти в этих отношениях. Жизнь по-разному проживается. Некоторые, говорят, как во сне живут люди, большинство. Просто зря время проводят. Нет смысла в такой жизни. Победа над судьбой в сердце начинается. Надо изучать, как это делать. Самая сложная наука – это духовное знание. Самая сложная наука. Еще сложность заключается в том, что люди в основном в это вообще даже не верят. Они считают, что этого нет просто. Все, что я говорю, что это просто сказки. И все. Почему? Потому что тупость там, тупость. Сердце каменное. Не чувствуют отношения, не чувствуют людей, не чувствуют Бога, не чувствуют смысла жизни, не чувствуют, что есть следующая жизнь. Ничего этого не знает сердце. Это означает невежество просто. Когда человек начинает молиться у отношения с чистотой, здесь святый мир открывается перед ним. Начинает видеть, чувствует людей, чувствует чистоту, характер людей. Его уже не обманешь в бизнесе. Как такого человека обмануть? Он честный же. Смотрит, обманщик перед ним стоит. Хочет обмануть его. До свидания. Зачем он с ним будет сделку заключить? Ведь просто же все. Открой свое сердечко. Начни жить честно. Начни молитву. Начни работать над собой. Все вопросы будут решаться. И экономические, и семейные. Все решается. Естественным образом. Потому что ты меняешь среду своей жизни. Меняешь отношения.